Добрый день! Сегодня я хотел рассказать о головоломке под названием Stone's Cube. Также можно встретить название Rombic Dodecaedron's Cube, производства компании QJ. Логотипчика на самом скьюбе нет, но выглядит он вот так. Это Hex Cube, про него как-нибудь в другой раз расскажу. Упаковка у меня не сохранилась. Это одна из тех головоломок, которые я купил у Ивана Цикова. Для тех, кому интересно, можете посмотреть анбоксинг номер 7. Там была 81 головоломка. Ну и пришло время рассмотреть этот скьюб подробнее. Здесь 12 граней, 12 цветов. Но поскольку это просто скьюб, у которого элемент имеет другую форму, то здесь ровно 14 деталей. Это 8 углов и 6 центров. Обычный скьюб, Stone's Cube гораздо крупнее. И чтобы понять, где центр, где угол, мы считаем количество похожих элементов. Вот такие крупные четырехцветные. Их здесь, видимо, 6. 3 и еще 3. А такие поменьше трехцветные, их 8. Как раз вот по 4 штуки вокруг каждого центра. Значит, маленькие трехцветные элементы это углы, а большие четырехцветные, это центры. Собирается, как и обычный скьюб, но есть также этап ориентации центров. Есть фиксаторы в виде подшипников. Вращается очень хорошо, хотя головоломка старая. Крутить приятно. Форму не меняет. Вот такое вот перемешанное состояние. Давайте параллельно будем собирать обычный скьюб. Вообще, шейп-моды большинство простые. Исключаю всякие там гост-скьюбы. До них мы еще доберемся. Также на основе простого скьюба есть головоломки типа вот морфо-ауреолы. Это уже не шейп-моды, это более сложные модификации. Да, ауреолу я наконец-то собрал. Оказалось, в итоге не так уж и сложно. Помог фишинг скьюб, про который я недавно рассказывал. Главное было найти время и желание поразбираться. Как мы собираем обычный скьюб? Берем какой-то центр и вокруг него группируем уголки. Начну с белого. Ставим углы. Раз, два. Три. И четыре. Я не буду сейчас подробно показывать каждый этап. Кому интересно, в описании есть ссылка с обучающим видео по скьюбу. Собираем вокруг одного центра четыре угла, ну так, чтобы цвета совпадали. То же самое сделаем здесь. Ну, выберем центр, с которого начинать. Давайте вот этот. Бело-синий-оранжево-зеленый. Ну и нужны такие же уголки, но с теми же цветами. Каждый уголок примыкает по двум цветам. То есть, вот с этой стороны должен быть бело-зеленый. Ну, вот такой есть. Подводим. Ну, надо развернуть. Отводим в сторону. Разворачиваем. Пробуем. Еще надо. Поступаем точно так же. Первый уголок есть. Сюда нужно бело-синий. Он стоит на месте. Просто разворачиваем. Вот так вот не подойдет. Значит, еще нужно немножко повернуть. Второй есть. Сюда нужен синий-оранжевый. Где такой? Ну, в одно движение ставится. Сюда зелено-оранжевый. Он опять на месте, но нужно развернуть. Разворачиваем так, чтобы не сломать тот, который уже есть. Не подошло. Возвращаем вот этот. Еще раз. Вот у нас получился центр и четыре уголка. Вот такая же ситуация. Далее мы смотрим на обычный скьюб. И видим, что желтые уголки, они всегда находятся уже над белыми. То есть, синий-красный над синий-красным. То есть, углы стоят на своих местах. Если один слой расставить правильно. А значит, их остается развернуть. И может быть две ситуации, помимо собранной. Это вот такой вот вертолет. Когда все уголки, все четыре штуки ориентированы неправильно. Здесь нужно взять так, чтобы глаза были направо. Но на шип-модах это не очень понятно. Поэтому там нужно перед собой расположить два элемента, которые нужно оба повернуть против часовой стрелки. Тогда делается вот такой вот пиф-паф. Чтобы все это сориентировалось. Смотрим, что у нас. Вот первый слой. Здесь не совпадает, не совпадает, не совпадает, не совпадает. И это как раз тот самый вертолет. Ну и смотрим. Должны быть два угла, которые нужно развернуть по часовой стрелке. Этот розовый, если повернуть сюда, он будет совпадать с этим цветом. Этот поворот по часовой не подойдет. Здесь фиолетовый против часовой и красный против часовой. А значит из такого положения перед нами два уголка, которые нужно развернуть против часовой, нужно сделать пиф-паф. Собранная грань снизу, делаем пиф-паф. Раз, два, три, четыре. И вот, что мы видим, все уголки стали по цветам совпадать. Эти вот маленькие элементы. Также здесь могла бы быть, к примеру, восьмерка. Вот такая. Была бы восьмерка, нам нужно было бы один правильно развернутый элемент поместить слева, а справа должен быть такой, который нужно развернуть по часовой. Тогда делаем из такого положения пиф-паф. И получаем предыдущую ситуацию. Вертолет. Перехватываем. Делаем еще пиф-паф. Ну и тогда соберется желтая грань. Ну здесь такой ситуации не было, поэтому идем дальше. Нам нужно что? Вот здесь вот уже желтый центр на место встал. Здесь напротив вот этого, бело-сине-оранжево-зеленого, должен быть какой? Зеленый, ну салатовый, желтый, голубой, серый. И это не он. Ищем его. Вот он. Вот нужный центр, его нужно поставить наверх, на это место. Как это делается в обычном скьюбе? Ну, к примеру, такая ситуация. Вот нужный центр, надо его поставить сюда. Мы его располагаем сзади, белый снизу, делаем пиф-паф один. Разворачиваем на 180 градусов, делаем пиф-паф второй. А я желтый центр становится наверх. Здесь нужно поступить точно так же. Но главное аккуратно разворачивать. Вот у нас собранная грань, она снизу. Центр, который должен быть сверху, нужно расположить сзади. Вот он, серый, голубой, желтый, салатовый. Да, такой должен здесь находиться. Он сзади. Вот центр передний. И делаем пиф-паф. Раз, два, три, четыре. Аккуратненько. Вот перед нами этот центр, сзади вот этот. Разворачиваем на 180, делаем пиф-паф еще. Раз, два, три, четыре. Проверяем. Центр на место свое встал, но развернут неправильно. Наш придется этап делать с разворотом. Что дальше? На обычном скьюбе делаем тем же алгоритмом. Переставляем оставшиеся три центра. У нас один собранный есть. Верхний центр должен идти вперед. Вот как раз нужное положение. Желто-белый по бокам. Делаем пиф-паф. Разворот на 180. Делаем еще пиф-паф. А и обычный скьюб здесь собирается. На стоунскьюбе делаем то же самое. Мы начинали вот с этого центра. Потом поставили вот этот. Верхний, нижний. Смотрим боковой. Вот один стоит на месте. Первые два располагаем слева-справа. Правильный центр снизу. И смотрим, что получилось. Нам нужно, чтобы верхний центр шел вперед. Сверху розовый-зеленый. Тут таких цветов нет. Развернем на 180. Сверху вот этот розовый-синий. Тут такие цвета есть. Значит, из этого же положения делаем тот же самый алгоритм. Называется он U-Perm в скьюбе. Делаем пиф-паф. Раз, два, три, четыре. Разворачиваем на 180. Аккуратненько. И еще один пиф-паф. Так. Что получилось. Все центры стоят на своих местах. Ну, а два нужно развернуть. Чтобы разворачивать центры на своих местах, мы используем нехитрый алгоритм из скьюба. На скьюбе есть такая вот ситуация, когда все элементы на местах и просто уголки нужно развернуть на месте. Для этого делается один пиф-паф и еще один пиф-паф. И скьюб тогда соберется. Но во время вот этой комбинации по-особенному разворачиваются центры. Если мы сделаем раз пиф-паф, два пиф-паф, потом перехватим на 180 градусов, мы получим ситуацию, которую я показывал только что. Делаем ту же комбинацию. Один пиф-паф. И второй пиф-паф. И все возвращается, но при этом передний и задний центры разворачиваются на 180 градусов. А значит мы можем это использовать. Здесь нам нужно развернуть вот этот и вот этот. Мы отводим центр назад. Они получаются напротив. Тут и тут. И делаем ту же самую комбинацию. Два пиф-пафа, разворот на 180 и еще два пиф-пафа. После чего вот этот дополнительный ход мы отменим. Ставим напротив, делаем один пиф-паф, второй пиф-паф, разворачиваем на 180 и делаем еще два пиф-пафа. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Видим, что все почти красиво. Но остается просто довернуть сетап-мув, который мы делали в начале. Вот так вот нехитро собирается Stone's Cube. Неплохая головоломка, несмотря на то, что старая. Вращается хорошо, приятно. Если вы любите шейп-моды с кьюба, то это вполне неплохая вещь для коллекции. Ну и пособирать ее приятно. У меня еще осталось несколько шейп-модов с кьюбов. Каждый десятый анбоксинг. Пока не кончится, буду про них рассказывать. Но такие штуки, конечно, гораздо сложнее и гораздо интереснее. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.